Беседа 46. Возраптали на него иудеи за то, что он сказал «Я есим хлеб, шедший с небес», и говорили «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он «Я шел с небес»»? Иоанна 6, 41, 42. Бог их чрева, и слава их срами. Говорил о некоторых людях Павел в послании к филиппийцам, 3.19. Что таковы же были иудеи, видно из предыдущих обстоятельств. Видно из того, что они говорили, пришедшие ко Христу. Когда он дал им хлеб и насытил их чрево, они и пророком называли его, и царем хотели поставить. А когда преподавал им учения о пище духовной, о жизни вечной, когда беседовал о воскресении и возвышал их мысль, и когда в особенности следовало бы дивиться ему, тогда они ропщут и отступают от него. Между тем, если он пророк, как они прежде говорили, а он и действительно есть тот, о котором сказал Моисей, «Пророка из братьев ваших восставит вам Господь Бог, как меня его слушаете» в Таразаконе 18, 15, то им надлежало слушать его, когда он говорил «С небес сошел», но они не слушали, а роптали. Они еще уважали его за недавнее чудо над хлебами и потому явно не противоречили, но ропотом выражали свою досаду на то, что он не дал им трапезы, какой они хотели, и среди ропота говорили «Не Иосифов ли это сын?» Из этих слов видно, что они еще не знали даже об его чудном и необычайном рождении, отчего и называют его сыном Иосифа. И Христос не упрекает их и не говорит «Я не сын Иосифа», не потому, чтобы он был сын Иосифа, но потому, что они еще не могли услышать о том чудном рождении. Если же они не могли ясно услышать о его рождении плотском, то не могли тем более о неизреченном, горнем. Если он не открыл им уничиженного, то тем более не мог бы говорить им о тех вещах. И хотя их много соблазняло его происхождение от простого и незнатного отца, однако же он не открыл истины, чтобы, отстраняя один соблазн, не произвести другого. Что же он отвечает на их ропот? «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». На это нападают манихеи и говорят, будто ничто не зависит от нас. Между тем эти-то слова особенно и доказывают, что мы властны в своем произволении. Но какая, говорят, надобность привлекать, если кто сам приходит к нему? Опять и это не уничтожает нашего произволения, а напротив показывает, что мы нуждаемся в помощи. Здесь Христос говорит не о всяком приходящем, но о том, кто пользуется великим содействием от Бога. Далее показывает и способ, которым отец привлекает. А чтобы иудеи опять не подумали о Боге всего-либо чувственного, он присовокупляет. У пророков написано «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Как же, спросишь, привлекает. Это давно показал пророк, предвозвестивший и говорящий. Будут все научены Богом. Видишь ли достоинство веры? Видишь ли, как по предсказанию пророка люди имеют быть научены не от человеков и не через человека? Галатам 1.1. Но самим Богом, потому-то, чтобы придать достоверность своим словам, он и отослал иудеев пророкам. Но если сказано, что все будут научены Богом, то от чего, спросишь, некоторые не веруют? От того, что те слова сказаны о большей части людей, или еще пророчество указывает не вообще на всех, но на всех желающих. «Учитель стоит пред всеми, и всем готов преподать и сообщить свое учение. И я воскрешу его в последний день». Стих 39. Немалое здесь означается достоинство сына. Если отец привлекает, то он воскрешает. Но этим он не отделяет своих дел от отца, как это возможно, а только показывает равенство, могущество. Почему, как в том месте, сказав «И пославший меня отец, свидетельствует о мне» Иоанна 5.37. Вслед за тем он отослал иудеев к Писанию, чтобы кто-нибудь из них не стал понапрасну много трудиться над объяснением его слов. Так и здесь. Чтобы не стали по-прежнему подозревать его, отсылает их пророкам, которых весьма часто и приводит, чтобы показать, что он не противник отца. Что же скажешь, жившие до того времени, разве не были научены Богом? Что же здесь особенного? То, что тогда люди научались божественным истинам при посредстве людей, а теперь научаются через единородного Сына Божия и Духа Святого. Далее Христос присовокупляет. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Разумеет здесь эти слова? Сущий от Бога. Не о причине бытия, но о свойстве существа. Если бы он разумел ту мысль, то в чем бы тогда состояло преимущество Сына и его отличие от нас? И мы ведь все от Бога. Для чего же, скажешь, он не выразил этого яснее? Ради немощи иудеев. Если они так соблазнялись и словами, с небес сошел, то что было бы с ними, если бы он присовокупил и это? А хлебом жизни называет себя потому, что от него зависит наша жизнь, и настоящее, и будущего. Отчего и присовокупил. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Стих 51. Разумеет здесь под хлебом или спасительные догматы, и веру в него, или свое тело, потому что и то, и другое укрепляет душу. Хотя в другом случае, при его словах, если кто слово мое соблюдет, не вкусит смерти вовек. Иоанна 81. Иудеи соблазнились, но теперь ничего такого не случилось. Вероятно от того, что они еще уважали его ради чуда над хлебами. 302. Заметит еще и то, откуда он выводит различия между этим хлебом и манною, и вследствие употребления той и другой пищи. Показывая, что манна не принесла никакой особенной пользы, он присовокупил. Отцы ваши ели манну в пустыне, и умерли. Стих 49. Потом представляет убедительнейшее доказательство тому, что они удостоились несравненно большего дара, чем отцы их, намекая на бывших при Моисее тех дивных мужей. Поэтому сказав, что евшие манну умерли, он прибавил, «Я хлеб, живой, шедший с небес». Едущий хлеб, который будет жить вовек. И слово «в пустыне» он употребил не без цели, но чтобы дать заметить, что манна и продолжалась недолго, и не перешла в обитованную землю. А этот хлеб не таков. Хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Справедливость здесь может кто-нибудь в недоумении спросить, благовременно ли было говорить эти слова, когда они отнюдь не послужили к назиданию и не принесли никакой пользы, а напротив даже повредили тем, которые были уже наставлены. С этого времени, говорит, многие из учеников его отошли от него, говоря, кто может слышать слово это? 60 и 66. Ведь можно было это преподать одним ученикам, с которыми, как заметил Матфей, Христос и беседовал особо. Что же отвечать на это? То, что и в настоящем случае эти слова были весьма полезны и нужны. Так как иудеи настоятельно просили у него пищи, но телесной, и вспоминая о пище, какая была неспосылаемой их предкам, считали манну чем-то великим, то он и упоминает о пище духовной, желая показать, что все то было образом и тенью, а эта пища есть самая истина вещей, евреям 10.1. Но надлежало, говорят, сказать, отцы ваши ели манну в пустыне, а я дам вам хлеб. Но в этом большое разыствие. Это чудо над хлебами казалось даже меньшим того, дарование манны, потому что манна была неспосылаема с неба, а чудо над хлебами было совершено на земле. Итак, поскольку они домогались пищи, сходящей с неба, то он часто и говорил, с небес сошел. Если же кто полюбопытствует узнать, для чего он завел речь и о таинствах, то мы скажем ему, что было очень благовременно сказать и о них. Темнота слов всегда подстрекает слушателей и делает его более внимательным. Потому иудеям не соблазняться следовало, а напротив спросить и узнать. Но они удаляются. Если они считали его пророком, то должны были поверить его словам. Таким образом, причина соблазна заключалась в их неразумии, а не в непонятности речи. Но ты смотри, как он мало-помалу привязывал к себе учеников. Они говорят, глаголы жизни имеешь, куда нам идти? Стих 68. Несмотря на то, что здесь он представляет уже себя дающим, а не отца. Говоря, хлеб, который я дам, есть плоть моя. Но народ не так, а напротив. Говоря, жестоко слово это, говорят они, почему и уходит. Между тем, это учение было не новое какое-либо и необычайное. На него прикровенно указывал еще прежде Ян, назвав Христа Агнцем. Но и при всем том, скажешь, народ не понимал. Знаю это и я. Но не понимали также и ученики. Если они еще ничего ясно не знали о воскресении, а потому и не понимали, что было такое значило, разручьте храм все, и я в три дня воздвигну его, Иоанна 2.19, то еще гораздо менее могли понять те слова, потому что они темнее этих. Что воскресали пророки, это они знали. Хотя Писание говорит об этом и не так ясно. Но чтобы кто-нибудь ел плоть, о том никогда не говорил ни один из пророков. И однако же ученики поверили Христу, следовали за Ним и исповедовали, что Он имеет глаголы вечной жизни. Долг ученика не разбирать с излишним любопытством слов учителя, но слушать, верить и ожидать надлежащего времени для решения недоумений. А чего же скажешь, с некоторыми случилось противное, и они обратились вспять? Причина их неразумия. Как скоро придет на мысль вопрос, как? Вместе с тем является и неверие. Оттого и смущался Никодим, говоря, как может человек войти в утробу матери своей? Иоанна 3.4. Оттого смущается и они, говоря, как может Он дать нам плоть свою? Стих 32. Если ты теперь спрашиваешь, как, то отчего не говорил того же о хлебах? Как из пяти Господь сделал такое множество? Очевидно, они тогда думали только о том, как бы насытиться, а не о том, чтобы уразуметь чудо. Но тогда, скажешь, самый опыт научал их. Если так, то по тому же самому опыту им следовало без труда принять и это учение. Для того-то Христос наперед и совершил то чудо, чтобы они научно им уверовали уже и тому, что Он после говорил. Итак, иудеи в то время не получили никакой пользы от сказанного, а мы уже на самом деле пользуемся этим благодеянием. Поэтому и нужно знать чудо этих таинств, в чем оно состоит, для чего дано, и какая от него польза. Одно тело сказано, мы бываем, и члены от плоти его и от костей его, и христианам 4.4. Да внимает этим словам посвященные. Итак, чтобы не любовью только, но и самым делом быть нам членами плоти Христовой, будем причащаться этой плоти. А это бывает через пищу, которую Христос даровал, чтобы выразить свою великую любовь к нам. Для того он смешал самого себя с нами и растворил тело свое в нас, чтобы мы составили нечто единое, как тело, соединенное с головою. И это знак самой сильной любви. На это указывал и Иов, когда говорил о своих домочадцах, которые так сильно любили его, что желали срастись с его плоти, и говорили, о, если бы мы насытились от плоти его. Иов 31.31. Так говорили они, желая выразить свою великую любовь к нему. С этой же целью так поступил и Христос, чтобы ввести нас в большее содружество с собой и показать свою любовь к нам. Он дал желающим не только видеть его, но и осизать и есть, и касаться зубами плоти его, и соединяться с ним, и насыщать им всякое желание. Будем же отходить от этой трапезы, как львы, дышащие огнем, страшные для дьявола, помышляя о нашей главе и о той любви, какую он показал к нам. Часто родители отдают детей своих на вскормление другим, а я, говорит Спаситель, не так, но питаю вас своей плотью, самого себя предлагаю вам, желая, чтобы все вы были благородны, и подавая вам благие надежды на будущее. Кто отдал вам самого себя здесь, то тем более сделает для вас там. Я восхотел быть вашим братом. Я ради вас приобщился плоти и крови, и эту плоть и кровь, через которую я сроднился с вами, я опять преподаю вам. Эта кровь придает нам вид светущий и царский, рождает красоту неизобразимую, не дает увядать благородство души, непрестанно напаяя ее и питая. Наша кровь, образующаяся из пищи, не вдруг становится кровью, но сначала бывает чем-то другим. А эта кровь не так, но точно же напаяет душу и сообщает ей некую великую силу. Эта кровь, достойно принимаемая, отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов, призывает же к нам ангелов и владыку ангелов. Демоны бегут оттуда, где видят владычную кровь, а ангелы туда стекаются. Пролитой на кресте эта кровь омыла всю вселенную. Много об этой крови любомудрствовал и блаженный Павел в послании к евреям. Эта кровь очистила место, недоступное и святое святыш. Если же ее образ имел такую силу и в храме еврейском, и в Египте, когда кровью были помазаны дверные кофейки, то гораздо более сама истина. Эта кровь осветила золотой жертвенник. Без нее архиерей не дерзал входить в место, недоступное. Эта кровь поставляла во священника. Она в образах омывала грехи. Если же в образах она имела такую силу, если смерть так страшилась тени, то может ли, скажи мне, не убояться самой истины? Эта кровь спасения душ наших. Ею душа омывается, ею украшается, ею воспламеняется. Она делает наш ум светлее огня. Она делает нашу душу чище золота. Эта кровь излилась и соделала небо для нас доступным. 305. Страшный поистине таинство церкви, страшен поистине жертвенник. Из рая выходил источник, изливавший чувственные реки. От этой же трапезы происходит источник, изводящий реки духовные. При этом источники насаждены не ивы бесплодные, но дерева, достигающие до самого неба и приносящие плод, всегда спелый и никогда не увядающий. Если кто томится от зноя, пусть идет к этому источнику и прохладит свой жар, потому что этот источник уничтожает засуху и освежает все попаленное. Попаленное не солнцем, а раскаленными стрелами дьявола. Его начало свыше, и исток его там же, и оттуда он напаяется. У этого источника много потоков, которые изводит утешитель, а посредником при этом бывает сын, не заступом пролагая им дорогу, но отверзая в нас расположение. Этот источник есть источник света, изливающий лучи истины. К нему стекаются и горние силы, чтобы созерцать красоту его потоков, потому что они яснее видят и силу предлежащих даров, и неприступное их сияние. Если бы возможно было, чтобы кто-нибудь вложил свою руку или язык в расплавленное золото, они тотчас озолотились бы. Точно такое же еще гораздо большее действие производит и здесь на душу предлежащие тайны. Сильнее огня кипит и стремится эта река, но не сожигает, а только очищает все, чего касается. Эта кровь древле была прообразована на жертвенниках, в закланиях, определенных законом. Она есть цена вселенной. Ей Христос купил церковь, ею он всю ее украсил. Как тот, кто покупает слуг, дает за них золото, и потом, желая их украсить, украшает золотом, так и Христос и купил нас кровью и украсил кровью. Приобщающиеся этой крови стоят вместе с ангелами, архангелами и горними силами, облеченные царскую одежду Христову и имея духовное оружие. Но этим я еще не сказал ничего великого. Они бывают облечены в самого царя. Но насколько велико и чудно это таинство. Настолько же верно и то, что если приступишь к нему чистотою, приступишь во спасение. Если же совести лукавою, в наказание и мучение. Идущий, сказано, и пьющий Господа недостоинно, ест и пьет себе осуждение. 1 Коринфянам 11.29 Если оскверняющий царскую портиру наказывается одинаково с раздирающими ее, то что удивительного, если приемлющее тело с нечистой мыслью подвернуться такому же наказанию, как и те, которые истерзали его гвоздями. Смотри, на какое страшное наказание указывает Павел в словах. Отвергшись закона Моисеева, то без милосердия наказывается при двух или трех свидетелях. То сколь горчайшему повинен будет наказанию тот, кто не попирает сына Божия и не посчитает за святыню кровь завета, которую освящен Евреям 10.28.29 Будем же возлюблены и внимательны к самим себе, наслаждаясь такими благами. Если родится в нас желание сказать что-нибудь срамное или заметить, что нами овладевает гнев или другая какая страсть, подумаем, чего мы удостоены, какого получили духа. Такая мысль обуздает наши безумные страсти. Да и доколе мы будем привязаны к настоящему? Да и доколе не восстанем? Да и доколе будем не родить о своем спасении? Помыслим, чего нас удостоил Бог, возблагодарим, прославим Его, не веруя только, но самими делами, чтобы сподобиться и будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков Аминь.